Так, здрасте. Добрый день, вечер. Ну, уже, да, вечер. Слушаем, Анна же вас зовут, да? Судя по некому. Да, да, да. В чем запрос, Анна? Ну, у меня нарушение цикла с детства и ставят дисфункцию яичников. Так. Я думаю, что это возможно у меня из-за травмы крестец и не поступает кровообращение. Ну, как у меня остеопат говорил, что, скорее всего, это из-за того, что не хватает яичников. А, и сколько вам лет? 41. 41. Вам это мешает беременеть, рожать? Да, у меня из-за этого много нарушений, у меня и гормональные нарушения. И у меня два ребенка, рожать уже нет. А из-за этого у меня из-за гормонов, ну, поясница часто болит, раздражительность там, ну, много всяких. Так. И тогда цикл у меня тоже очень болезненно все это происходит. То есть, вплоть до, ну, не могу даже стоять. То есть, лежу и очень тяжело все это переношу. Вот вчера ходили с ребенком в поход, я походила немножко. Я еле домой дошла, у меня очень сильно болит поясница. Прям вообще невозможно. Сейчас болит? Сейчас нет. Так, вчера болел. Когда долго хожу, долго что-то делаю, долго, ну, там, если тренировки какие-то, то есть нагрузки когда какие-то есть, я потом очень сильно ощущаю. Периодически хожу к остеопату. Помогает? Ну, на какое-то время, да. На какое? Ну, по-разному. Потом, ну, они там-то говорят, ничего не поднимают тяжелое, там, еще что-то. Но, естественно, это невозможно. Как возможно? Все равно же что-то делаешь. Я же не могу ничего не делать. А что вы делаете? Физическим трудом работаете? Нет. Ну, я имею в виду, все равно же по дому что-то сделаешь. Что-то передвинуть надо, да, там, или все, что-то. И все равно... Хорошо, Аня, давайте поработаем с этим вашим запросом. Итак, вчера болела сильно? Очень сильно, да. Я даже когда была беременна вторым ребенком, я спала в машине, где водительское сидение, потому что как сильно болела у меня поясница, я не могла даже найти, ну, где. Дома можно лежать, как. Когда это было? Когда второго выношили? 31 год. 10 лет назад? Да. Давайте с этого этапа и начнем. Мам 31, вы беременна вторым ребенком. Причем так, что приходится спать в автомобиле. Да. В полусидечном состоянии, я правильно понимаю? Да, да. Так. Вспомнили? Ощущение тогда. Вот вы в автомобиле. Что за автомобиль? Седан? Дорожник? Да. Седан. Как? Ну, не внедорожник, а как они называются? Кроссовер. Кроссовер. Да. Какого цвета кожа была, помните? Нет, вы знаете, на тот момент седан был, да. Я сейчас вспоминаю. Черное кресло. Черное кресло, седан. Какая марка машина? Десятка. Десятка. Это какое время года было? Ну, вот в марте я родила, где-то вот за месяц, наверное, начала очень сильно болеть поясница. В феврале. А где вы живете? В каком городе? В Краснодар. У вас тепло было по ночам? Или вам машину надо было заводить и спать? Нет, нет. Я просто, ну, достаточно тепло. Мне и жарко было. Как раз было прохладно, хорошо. И так, вы вот в этом автомобиле находитесь. Черным салоном. И спина болит. Как ощущения? Помнили? Ну, стараюсь. Вторая беременность болит так, что приходится спать полувертикально. Ну, да, как тянет, такая тянущая боль. Итак, теперь скажите себе, мне 20 лет. Есть это ощущение? Да. Мне 10 лет. Да. Мне один год. Ну, меньше, наверное, немного есть. Сколько процентов осталось в один год? Процентов 30, наверное. Мне один месяц в животе у мамы. Ну, немного все равно ощущается. Мне один день в животе у мамы. Да, где-то все равно чувствует. Сколько там процентов осталось? Процентов 10, наверное. То есть резко полегчало в один день? Ну, мне один день в животе у мамы. Да. Полегчало резко? Ну, меньше, но ощущения есть. Есть ощущения. Ну, вы даже выдохнули, если вы заметили. А? Вы даже выдохнули, говорю. Когда в один день в животе вот такое движение произошло, это облегчение наступает. Аня, вопрос. Вас по плану родили? Нет. Кто был не готов к этому? Меня вы имеете в виду, да? Да-да-да, конечно. Ну, у мамы уже был ребенок у нас с братом год и восемь, поэтому тот был совсем маленький. И отношения с папой были не очень хорошие. И мама, естественно, не готова была к ребенку. А когда она вас приняла? Что она рассказывала? Когда вот она поняла, что будет ребенок, и хорошо. Сколько времени потребовалось? Ну, она ходила, пошла делать на аборт. Ее врач отговорилась делать аборт. Скажет, что, ну, мало ли как пойдет. И она оставила так вот ребенка. А когда стала радоваться того, что у нее есть? Это в каком этапе жизни произошло? Я могу рассказать, даже по сей день. Ну, наверное, уже во взрослом возрасте. Ну, вот что, как мама вас воспринимает? У нас трудные отношения. В чем трудность? Ну, во взаимоотношениях, скажем так. Ну, что не так? Она, в принципе, очень критичный человек. И чтобы кого-то она там похвалила, это практически... А старшего брата хвалит? Ну, нет, он просто немножко другой сам по себе человек. И ему все равно, что при нем говорят, он не воспринимает. А я очень... То есть он маму любит, безусловно? Ну, почему? Она его тоже ругала всегда. Так это она ругала, а он-то? Что он? Он как к ней относится, к маме как относится к брату? А он ко всем спокойно относится. Он вообще... Окей. Не берет на свой счет, да? Нет, да. Вот она всегда это и больше всего еще и растражала, что говорит, что тебя как с гуся в водах. Правильно. Так и надо. Давайте поработаем с этим. Итак, Аня, скажите, не один день оживайте у своей мамы. Угу. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Аня, в твоей жизни получится так, что твоя мама будет не готова к твоему появлению на свет, она только-только до тебя родит брата. И незащищенный половак, который придет в беременность, будет для нее, когда она поймет, что у тебя беременна, будет для нее полной неожиданностью. И твоя мама даже соберется и пойдет делать аборт, но мудрый доктор ее от этого отговорит. И так начнется твоя жизнь. Но все это для любви, для радости и счастья. Это для того, чтобы ты себя чувствовала гармоничной девочкой, уверенной в себе на 100%. Это для того, чтобы ты ощущала, что быть женщиной это интересно, и это легко. И это для того, чтобы в твоей жизни все легко и просто получалось. Это для того, чтобы, когда тебе будет уже 15 лет, ты бы ощутила, что ты вступаешь в возрастный возраст, и с этого момента твоя жизнь будет полная сказка. И это ощущение себя настоящей женщины будет тебе доставлять огромную радость и удовольствие. поддерживать тебя в каких-то сложных моментах в твоей жизни, когда ты не будешь понимать, как тебе поступить. И ты будешь чувствовать внутри себя столб света, любви, радости и счастья, которые будут управлять твоей самооценкой, поведением и событиями в твоей жизни. Как ощущения? Щеки гореть начали. Мне 31 год, я сижу в машине, я беременна вторым ребенком. Как ощущения? Ну, вот лицо прям горит. Поясню, что пока не чувствую, лицо начало гореть очень. Так, лицо горит. Что в спине? Я в машине, что-то там делаю. Как ощущения? Ну, сейчас я не чувствую, что лицо горит. Так, пришел цикл. Вот вспомните, там последнее. И вы там еще пошли в какой-то поход. Надовременно. Как ощущения? Ну, сейчас не чувствую каких-то... Не могу даже вспомнить это. Нету, да. А то обычно тянет у меня. Даже я только думала, у меня уже начинать сложно. Так, сейчас не тянет. Сейчас не чувствую тянет, потому что тянет. Ну, у меня еще единственное, что родила, я очень большого, ну, второй раз. А у меня... А у меня какого? 7 килограмм? 4. Это небольшой? Ну, я сама очень маленькая, поэтому... Какая у вас? Метр 20? Нет, метр 50. Это нормальный рост. Невысокая, но нормально. Говорили, что, в принципе, из-за этого могли еще тоже быть очень сильные нарушения. Слушайте, говорят... Много чего. Тело человеческое приспосабливается, женское тем более, к беременности, к нашим и прочим вещам. А потом уже дома стоят. И если интерпретировать этот процесс как убивающий ваше здоровье, беременность, ну, собственно, что было с самого начала, запрограммировано у вас то, в чем мы сегодня менялись, и плюс потом ваши столкновения с этим вопросом в этой мысли стали вас подтверждать, то тогда и будет вся чехарда с организмом происходить, которое происходило ранее. А всего-то надо почувствовать, что вы, как женщина, да, прекрасно, замечательные, что беременности, роды, а ведь именно в этот момент идет стадия программирования ваше будущее. То есть любит вас, принимает вас как женщина, да, вот как ребенка, безусловно, либо нет. Если хотят кого-то убить, то потом этот конфликт куда-то должен упасть. В какую-то ткань. Сознание-то этого не помнит? Вам уже, ну, вы там, в подростковый возраст вошли, вы же не помните, что там было давно, когда вы еще были в животе у мамы. А тело-то помнит. Ну, я с этим работала очень много, а у меня ни обиды нету, никакой ничего. То есть я и прощение сделала, и у меня нету никаких претензий там. У вас, как объяснить, вы работали с образом мамы и, ну, как бы сказать, и получили определенный результат. Но тотальное приятие себя во предлагаемых обстоятельствах, вот это не было проработано. Понимаете, о чем я сказал? Разницу. То есть вас кто-то обидел, вам сказали, что там мама не хотела меня, да, допустим. Мама, я тебя прощаю, да? То есть вы из своего положения, женщины, которые не принимают вот эту обиду и начинают по-другому мыслить, стали это прорабатывать. Но когда вы посмотрите на свою ситуацию глазами Бога, то есть это обида уже другого уровня и другое восприятие, то есть независимое «е», выйдя за пределы вообще своего «я» и с этого состояния прощать, это совершенно другой эффект будет. То есть вот сейчас для себя хочу пояснить, уровень прощения бывает как минимум три, которые я выявляю у людей. Первый уровень прощения – это когда меня кто-то обидел, я понимаю, да, сосед меня насолил чем-то, не знаю, там на заборе мне какое-нибудь слово нарисовал, я на него обиделся, да, или начальник зарплату не дал. И вот вы с этой реакцией работаете. Второе, то, что человек прощает, это само у себя, когда он плохо про себя подумал, что я неудачник, что я некрасивая и так далее. Это когда со своим внутренним наполнением на человека работает. Но есть еще третий уровень, это когда ты божественное начало в себе открываешь и понимаешь, что ты искаженно его воспринимал, себя в этом мире, считал себя каким-то вот, что моя жизнь, она, как сказать, не поддерживается высшими силами. Понимаете, да, о чем я говорю? Она как-то несправедлива ко мне. И вот когда маленькая яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, то и вот появляется жизнь человеческая, да, потом это оплодотворенное яйцо имитирует свою матку и начинает расти. Если в этот момент женщина испытывает желание это убить, это мне не надо, потому что я это не вынесу, чтобы было ваше надо. Ваше подсознание, это как стратегия, как вся вселенная ко мне так относится, запоминает. И вы, будучи взрослым, можете маму прощать, но фундамент этого такого тотального приятия себя в этой ситуации, он не прорабатывается до конца. С тех пор, пока вы это не поймете. И вот что сделал я? Да, я пошел от божественного. То есть я показал, что Бог любит вашу маму, и вы себя любите, даже вне зависимости от того, что у мамы было в голове, и она имела право на эту реакцию, потому что она так жизнь воспринимала. И когда вы из этих условностей вырастаете, то есть я этот сигнал даю за счет гипноза в данном случае. Ну, как раз, медитация к гипнозу очень близкие вещи, только немножко техника разная. То вы начинаете это чувствовать. И все последствия от этого, когда вы стали взрослой женщиной, вы стали ощущать ту программу, которая у вас была вложена. Что быть мамой это тяжело. А беременность, и начало цикла с этим ассоциируется. Напрямую. Понятно? И поэтому цикл-то шарахал туда-сюда. И эта зона, она была в конфликте. И ваше тело этот конфликт внутрь погрузило. А сейчас мы дали этому толчок, и я уверен, что нам будет гораздо лучше жить. Как с ней? Ну, лицо горит еще прям. Так. Я, если честно, думала, что это из-за того, у меня к папе обида. Видимо, на мужчин у меня обида. Обида из-за этого... Как правило, гинекология вылетает, когда на мать обида. Нижняя часть тела – это мама, как правило. Конечно. Когда с мужчинами, это в более взрослом возрасте. С грудью проблемы, как правило, бывают. Но у меня в 3 месяца еще была операция на обе груди. Очень сильная инфекция. И мне делали операцию в маленьком возрасте. Ну, окей. Ну, вот это все уже мелочи по сравнению с тем, что мы сейчас сделали. Как самочувствие? Это не имеет к этому отношения, да? Ну, это мелочь. Знаете, как мы так. Сверху конструкция. Главное, основополагающие травмы, которые программируют жизнь человека, они самые важные. Когда ты чувствуешь, что тебя, не знаю, там... Давайте так. Тебе астролог сказал, что ты родился под счастливой звездой. Или там кто-то у тебя там был какой-то царь, да? Твой родственник. Ты там голубая кровь. Как у вас ощущение было в этот момент? Вы будете об этом помнить, у вас настроение изменится. Мгновенно. Потому что внушение было заложено до того, как вы еще появились на свет. До вашей оценки вашей личности. Если вот вам астролог сказал, что у вас там счастливая звезда, там Марс с Венерой в каком-то там доме встретились, это очень хорошо, что он будет всегда вести. И вы это восприняли внутренне, что это до вашего рождения было. Поэтому астрологи в этом плане хорошо программируют человека. Ну, если астролог правильно интерпретирует. Понимаете, да? А иногда приходят мне клиенты, вот мне астролог сказал. И бояться этого пророчества. И приходится двигать планеты. Внушать другое, что вот Марс встал в этом положении, это наоборот к деньгам, да, а это вот так. И сознание мгновенно перестраивается и начинает по-другому интерпретировать эту информацию. Вернее, подсознание. Ну, ладно, немножко в сторону отошел. Как самочувствие? Ну, сейчас успокоилось лицо уже так, ну, меньше горит. Окей. Понаблюдайте своим циклом в следующий раз, как оно там, да, как быть женщиной, да. Поживите с этим состоянием. И через месяц напишите, как у вас дела. Договорились? Да, и я просто не совсем поняла. Получается, я не знаю, как быть женщиной. Нет, нет, нет. Как это ощущение, быть женщиной вот сейчас? Оно же меняется, да, на самом-то деле. По жизни. И я кое-что сделаю. То есть мы кое-чем поработали. Вот просто как оно в жизни сейчас будет, быть женщиной? Это не в том плане, что вы не знаете, как рожать, с мужчиной. Нет, не про это. Это про ощущение, это про наполнение. Это про то, когда ты вот прямо вышел на улицу, и тебе хорошо. Ты вдыхаешь аромат весны, и тебе приятно. Понимаете? Просто так. Да, ощущение пустоты всегда присутствовало. Да. Вот это ощущение, когда вы влюблены в собственную жизнь. И себя, как женщина, в этой жизни чувствуете прекрасно. И тогда гормональная система работает великолепно. И все, что там раньше было, в проблемах, куда-то исчезает. Как будто никогда не было. Такое бывает? Конечно. Хорошо. То есть, как человек к тебе ввергает проблему, так он может оттуда себя и достать. Когда понимаешь, где этот механизм, где это началось. Хорошо. Спасибо большое. Буду наблюдать. Все, Аня. Да, удачи. Спасибо. До свидания. Так. Вот такой, ну, здесь понятный момент. И не то, чтобы несложно было, просто понятно, откуда ноги росли. И вот, как правило, когда и цикл с самого начала скотчат, это либо ребенок нежеланный, либо... То есть, я себя, как женщина, ну, быть опасно. Быть опасно. Быть ей. И поэтому подсознание сопротивляется, цикл едет туда-сюда.